Доброе утро, дорогие друзья! Итак, Новый год, первая встреча в Новом году. Вы знаете, если мы могли видеть духовную сущность, мы увидели, как мы поменялись. Мы в другой какой-то реальности живем. Это другой мир, это другая... Да, создано Богом так, как будто все одинаково, но на самом деле наступил новый мир. И в этом мире мы можем многое изменить, потому что он чистый. Нам даны большие силы. Начался новый отсчет. То, что было, то было. Теперь перед нами чистый лист бумаги, на который мы должны написать свой следующий год. Праздники это такие вехи. В жизни каждого человека есть такие мгновения, озарения, какой-то духовный подъем. Главное, нужна постоянная работа над собой, чтобы не забыть о решениях, принятых в такие моменты озарения. Именно они должны быть такой опорой человеку по путешествию в течение следующего года. Пока он как бы, ну действительно полностью не поменяется. Это как в скале, забивая одну за одной вот такие вот, как бы штыречки, мы на них поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Для того, чтобы идти по этой скале, вот для того, чтобы подниматься по жизненному пути, нам надо, кроме вот того, чем мы занимались, еще и знать свою личную огромную ценность. Каждого человека, каждый человек абсолютно уникален. В истории человечества не было двух индивидуумов, имеющих одинаковое восприятие мира, одинаковую способность осознавать окружающую действительность, ну как бы реагировать на нее. У каждого человека свой склад ума, свой характер, свои эмоциональные реакции на события. Каждый человек уникален, ибо во всем космическом пространстве не существует двойника такого. И вот в это если вдуматься, надо понять, что человек это громадный, сильный мир. Например, мы прошли Новый год. Новый год это рубеж, после которого мы не имеем права жить так, как жили раньше до этого. Когда человек, в результате собственных размышлений, там, или под влиянием среды, там, уроков хороших, да, плохих точнее, хорошего такого не бывает, и теряет умение воспринимать новое, не способен принять его сходу, его жизнь уже как бы отравлена с надобием смерти. Он лишается дара непосредственного восприятия мира. Это действительно случается, и люди иногда, знаете, живут так, видят коварный умысел за каждую улыбку, не могут поверить вообще в добрые намерения, когда сталкиваются с чем-то хорошим. У меня есть там один товарищ, я когда что-то там делаю, слава богу, хорошее, он говорит, а для чего это, а что с этого надо выкрутить? У человека так устроен, к сожалению, мир, и такие люди есть. Конечно, трудно быть простодушным. Это задача по плечу тому, кто вообще никогда не разочаровывался в людях, кому не носили удар в спину. Такому человеку проще заниматься верой, ему гораздо приятнее общаться с людьми, потому что он всегда отвечает улыбкой, но проблема возникает обычно у тех, кто обжегся. А таких много. Им сложнее сохранить простой подход к миру. На протяжении жизни люди приобретают какой-то опыт, говорящий, что мир сложный, что форма не всегда соответствует содержанию. Этому тоже надо учиться, и несмотря на то, что мы должны верить, любить, надо понимать, что не все люди одинаковые. И второе, нельзя все время настраиваться на отрицательное видение мира. Не все, что кажется нам отвратительным снаружи, является таким внутри. Не все, что пугает, действительно страшно. Бывает наоборот. Не все то золото, что блестит. Но человек, который вот этот урок усваивает, он не должен сделать скептицизм вообще главным по отношению к миру. Да, бывают плохие люди. Или которые еще не стали лучше. Да, бывают, когда нас обманывают. Но это не значит, что мы во всем должны видеть вот это все черное. Изменяя себя, мы изменяем судьбу. Изменяя какие-то черты своего характера, мы обретаем уверенность в себе. Увеличиваем шансы на хорошие изменения. Мы учим, что когда у человека нет уверенности в себе, то это огромный недостаток тоже, к сожалению. Если говорить о вере, то она проявляется в некоторых направлениях. Первое, это надо верить в то, что я, как личность, очень важен в глазах Творца. Надо верить в то, что неважно, сколько я натворил и как далеко ушел, у меня всегда есть сила вернуться к Всевышнему. Надо верить в то, что какая бы ни была моя нынешняя, сегодняшняя жизнь, у меня есть внутренние силы изменить эту жизнь им в своей привычке. У меня есть способность подняться, и надо растить вот эту уверенность в себе. Надо, знаете, вот быть аккуратным. В то же время нельзя вот сейчас, знаете, рвануться куда-то, побежать. Коротко расскажу историю. Один юноша, поступивший в Ешиву для тех, кто Балшова, вернувшихся к религии, спросил Равина. Рэба, я был раньше скрипачом, очень хорошим. Даже выступал на международных конкурсах. Разрешено ли мне играть дальше? Я же теперь пришел в Ешиву. Нет, не разрешено, сказал Равин. Ты обязан играть. Даю тебе благословение, чтобы однажды игра на скрипке потеряла для тебя такую духовную притязательность, ее заменила Тора. А пока это не произошло, ты обязан играть. И продолжай играть. Мирские соблазны, они похожи на скрытую пружину. Чем больше ты стремишься их просто подавить, тем сильнее они выстрелят в тебя. Духовный рост должен происходить, но происходить медленно, этап за этапом. Если пытаться перепрыгнуть через несколько ступенек, чтобы сразу добраться до вершины, то ждет болезненное падение. Надо идти вперед, соразмеряя вот как бы свои силы и ту цель, которую ты видишь. Но идти вперед каждый день, шаг за шагом. Пусть по миллиметру, по шагу, но идти к духовной какой-то вершине. Тогда все будет хорошо. А так играйте на скрипке, лечите врачей, делайте все. Не надо уходить из мира. Схимная это не наша. Браха вы от слоха. Всего самого лучшего.